Всем привет! Сегодня у меня вариации на тему баба гануш. Это закуска, пришедшая к нам из восточной кухни. Разновидностей этого блюда очень много. Мой вариант предлагаю посмотреть. Нам понадобятся баклажаны, петрушка, кинза и чеснок, паста тахини, лимонный сок, оливковое масло, соль и сухие травы. В качестве маленькой хитрости копченая паприка. Первым делом нам нужно запечь баклажаны. Если у вас есть дворик, во дворике стоит мангал, то самым лучшим вариантом будет запечь их там. Но у меня такого дворика нет, поэтому мои баклажаны отправятся в разогретую до 200 градусов духовку примерно минут на 40. Для начала я их прокалываю вилкой, чтобы они не взорвались, а то знаете ли, бывало, бывало такое. Затем я смазываю баклажаны немного оливковым маслом. И так как у меня нет дворика, но у меня есть копченая паприка, сейчас посыпем баклажаны копченой паприкой и будет легкий аромат костра. Вместе с баклажанами в духовку я отправляю чеснок. Баклажаны мы будем печь 40 минут, а чеснок достанем минут через 20, 25 максимум. Тем временем совсем немного порежем зелень. Через 20 минут мой чеснок готов, от него исходит такой невероятный аромат на всю кухню. Через 40 минут достаем баклажаны, они готовы. Теперь нам нужно их остудить. Для ускорения процесса я их порежу. Когда баклажаны остыли, достаем мякоть. Достаточно легко это делается, ложкой, можно вообще руками. Мякоть баклажанов отправляем в чашу блендера. Семечки я тоже убираю, в закуске их не использую. Также добавляем пасту тахини, лимонный сок, соль и сухие травы. Печеный чеснок. Еще я добавила один зубчик свежего чеснока. Тут важно заметить, чтобы с чесноком вы не переусердствовали. В этот раз я увлеклась. Я думаю, достаточно будет парочки долек печеного чеснока, либо одну дольку печеного и одну свежую. Также загружаем зелень и легким движением блендера все превращаем в однородную массу. Я люблю много зелени, поэтому моя закуска имеет такой зеленый цвет насыщенный. После всех этих нехитрых манипуляций в итоге получается потрясающая вкусная закуска, которую можно использовать как самостоятельное блюдо. Можно намазать на хлеб, а я еще и в макароны ее добавляю. Это везде вкусно, везде насыщенно, ароматно, сытно. Большая благодарность восточной кухне. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч!